Всем привет! Мы снова здесь, чтобы разобраться в аудио. И сегодня тема такая, ну, важная для звука. ЦАПы. Да, цифроаналоговые преобразователи. Верно. Мы хотим понять, вот эти все R2R Sigma Delta, что это вообще такое? Ну да, какие у них плюсы, минусы и можно ли как-то улучшить звук своего ЦАПа. Вот такая задача. И поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы раскрывали еще больше секретов качественного звука. Пишите комментарии, с чем вы согласны или нет. Пишите в комментариях ваши вопросы. Информация в этом ролике максимально сжата. Ничего лишнего. Поэтому обязательно смотрите до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного. И если будет интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Начнем. ЦАП – это, по сути, сердце цифровой аудиосистемы. Он берет нули и единицы из файла, ну или стрима, и превращает их в аналоговый сигнал – электрический, повторяющий форму акустической звуковой волны. Тот самый, что идет на усилитель, а потом в наушники или колонки. Понимание, как он это делает – ключ к оценке качества. Отлично. Ну, давай тогда начнем со снов. Какие вообще бывают типы ЦАП для обычного многобитного PCM-звука? Говорят, есть две большие группы. Да, так и есть. В основном это ЦАПы с сигма-дельта-модуляторами или SDM. И вторая группа на резисторах, ну, на матрицах резистивных. Это R2R, например, или бинарно-взвешенные. Ну и отдельно, конечно, стоят ЦАПы для DSD-формата. Ну, идея простая, в общем-то. Есть набор резисторов, очень точных. Цифровая форма акустической волны состоит из последовательности кодов – сэмплов. Код цифрового сигнала управляет электронными переключателями. Они конфигурируют схему из резисторов. И она напрямую создает напряжение, которое соответствует цифровому коду. Прямо вот так? Да, прямо. Но тут и главная сложность. Точность этих резисторов. Нужен идеальный подбор, а они все немножко разные. Это называется допуск. Плюс их параметры от температуры зависят. И вот эта неточность дает нелинейность ЦАПа, искажающую звук. Особенно для 24-бит, где шкала огромная. И добиться идеала очень сложно. И дорого. Р2Р чем-то отличается? Там используется всего два номинала резисторов – R и 2R. Это чуть упрощает изготовление по сравнению с бинарно взвешенными, где для каждого бита свой резистор нужен. Но проблема точности остается. И вот эта нелинейность, ее слышно? Или это больше теорию? Иногда услышать можно. Эти мелкие погрешности могут давать искажения. Особенно если в сигнале есть ультразвук. Он сам по себе не слышен. Но из-за нелинейности может породить слышимые артефакты в звуковом диапазоне. Называются интермодуляционные искажения. Понятно. То есть сложно и дорого сделать хорошо. А что тогда сигма-дельта? Они же сейчас везде кажут. Да. Это самый распространенный тип. Принцип совсем другой. Там входной PCM-сигнал сначала сильно передискретизируют, повышают частоту дискретности. Оверсэмплинг. А потом сигма-дельта-модулятор превращает его в очень быстрый, но простой поток. Часто однобитный. Однобитный? Как DSD? Похоже. Этот поток легко точно преобразовать в аналог. И отфильтровать. Главный плюс. Линейность получается высокой почти автоматически. Не нужно суперточные резисторы подбирать. И производство дешевле. А минусы? Должны же быть. Конечно. Во-первых, сам модулятор может входить в нестабильность на мощных сигналах. Во-вторых, цифровой фильтр, который нужен перед модулятором, сам может вносить артефакты. Вот тот самый звон, о котором часто говорят. А также неравномерность частотной характеристики и оставлять алиасы от оверсэмплинга. Звон. Что это такое на слух? Ну, это как бы легкое эхо или призвук перед или после резких звуков. Таких так удар тарелки. Не все его слышат или считают проблемой. Но некоторым кажется неестественным. Это так вот работа фильтра сказывается. Но вообще звон – это достаточно сложная тема для отдельного видео. Интересно. Теперь про DSD ЦАПы. Формат сам по себе однобитный, да? Точно. Поэтому и ЦАП для него может быть очень простым. Иногда это буквально пару резисторов и аналоговый фильтр. Но это только в теории. На практике все сложнее. И никаких проблем с нелинейностью или модуляторами? Верно. Он гораздо более свободен от этих проблем. Но узкое место есть в аналоговом фильтре. Насколько качественно он уберет высокочастотный шум? В DSD этот шум специально выталкивают в ультразвук при создании записи. Ну, технология noise shaping. В теории, чем выше частота дискретизации DSD, тем выше можно поместить энергию шума. Тем легче его отфильтровать аналоговым фильтром. На практике многое зависит от записи. От того, как сформирован DSD-сигнал. Перед ЦАП. Как сделан сам ЦАП и его аналоговый фильтр. Еще есть нос ЦАПы. Что это? Non-oversampling. Да, non-oversampling. Без передискретизации. Обычно это резистивные ЦАПы. R2R чаще всего. Из которых убрали цифровой фильтр и оверсамплинг. Зачем? Ну, сторонники считают, что так звук чище. Без артефактов цифровой фильтрации, без звона. Но это значит, что вся нагрузка по фильтрации ложится на аналоговый фильтр после ЦАПа. И он должен быть очень хорошим. Так, подожди. Получается, нельзя просто сказать R2R это круто и дорого, а Sigma Delta это попроще. Типа, вот этот тип лучше. Вот именно. Абсолютно нельзя. Тип – это только архитектура, заложенная идея. А звук определяет реализация. Реализация? То есть... То есть качество самих компонентов чипа, резисторов, конденсаторов, качество оверсамплера и Sigma Delta модулятора. Качество питания – это вообще критично. Схема разводка платы. Экранирование от помех. Можно сделать так себе R2R, а можно превосходный Sigma Delta. И наоборот. Значит, надо слушать конкретные устройства. Только так. Сразнивать абстрактные виды ЦАПов – это, ну, не совсем корректно. И, конечно, уши у всех разные. Субъективное восприятие тоже играет роль. Вот. А теперь самое интригующее. Одна из статей говорит про оптимизацию файлов под конкретный ЦАП с помощью софта. Это как? Да, это интересный момент. Идея такая. У любого ЦАПа, ну, гипотетически, есть некий режим работы. Определенная частота дискретизации, разрядность, когда он работает с наименьшими искажениями. Назовем это оптимальным режимом. И? И вот предлагается взять аудиофайл и заранее на компьютере с помощью качественного конвертера пересчитать его именно в параметры этого оптимального режима. Зачем? ЦАП же сам умеет преобразовывать. Умеет. Но предполагается, что программный конвертер может использовать намного более сложные, точные и медленные алгоритмы перед дискретизацией и фильтрацией, чем те, что зашиты в маленький чип ЦАПа с ограниченными ресурсами. То есть мы как бы помогаем ЦАПу работать чище? Да, именно. Снижаем его собственную нагрузку и потенциальные искажения за счет предварительной обработки данных мощным софтом. Есть даже разные типы фильтров в конвертерах, поле для экспериментов. Одни режут частоты резко, другие – плавно. И это может по-разному восприниматься на слух. А про дизеринг что? Да. Дизеринг – это добавление специального малоуровневого шума при понижении разрядности файла. Это помогает сохранить ощущение мелких деталей, которые иначе могли бы пропасть. Это тоже делается в софте. Значит, не только железо решает, но и то, как мы данные для него подготовим. Получается, что так. Программная подготовка может быть еще одним инструментом, чтобы выжать максимум из своей системы. Не панацея, конечно, но потенциально полезная вещь для экспериментов. Ссылку оставим в описании к видео. Хорошо. Давай подведем итог. Есть разные архитектуры ЦАП. R2R, Sigma Delta, DSD, NOS. У каждой свои особенности, плюсы и минусы на бумаге. Да. Но в реальности лучшего типа не существует. Все решает конкретная реализация – компоненты, питание, схемотехника. Именно. И плюс есть вот эта интересная возможность поиграть с программной оптимизацией, подобрать режим для своего ЦАПа через конвертацию, выбрать настройки фильтров дизеринга. Это может дать прирост в качестве. И вот мысль напоследок для наших слушателей. Если реализация так важна, и если умный софт может помочь ЦАПу работать лучше, снижая его искажения, то не может ли вот такая грамотная программная подготовка файлов иногда, ну, скажем так, сгладить разницу в звуке между ЦАПами разных типов или даже разных ценовых категорий? Может, больше, чем мы думаем. Друзья, если этот выпуск помог вам лучше разобраться в работе с аудио и открыл для вас что-то новое, для нас это лучшая награда. Не забудьте поставить лайк этому видео. Это небольшой, но очень важный жест, который показывает, что мы на верном пути. Также пишите комментарии, если с чем-то не согласны, или наоборот, все, как вы и думали. Пишите в комментариях ваши вопросы. И если было интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, полезные советы и увлекательные погружения в мир звука, подпишитесь на наш канал. Это не просто кнопка, это ваш шаг к тому, чтобы стать частью нашего сообщества, где мы вместе исследуем новые технологии и делимся знаниями. Подписываясь, вы не только поддерживаете нас, но и обеспечиваете себе доступ к эксклюзивному контенту, который поможет вам достигать еще больших высот в работе со звуком. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых материалов, а мы продолжим радовать вас качественными, информативными и полезными материалами. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречным! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok